Страна сегодня отмечает День независимости. По случаю 26-й годовщины масштабные торжества прошли во всех регионах и, конечно же, в столице. В Киеве состоялся грандиозный парад. По Крещатику прошли военные, причем не только украинские. Компанию им составили армейцы из стран-членов НАТО. Главная улица столицы, несмотря на дождливую погоду, была заполнена желающими поприветствовать наших бойцов и полюбоваться зрелищем. Охрану порядка обеспечивали около 5000 полицейских. В МВД заверяли, меры безопасности введут небывалые. Тем более, что на празднование приехали высокие заокеанские гости. Но предотвратить ЧП силовикам не удалось. Прямо в правительственном квартале едва ли не сразу после парада прогремел взрыв. Несколько человек получили ранения. Был ли это теракт и кто осуществил взрыв, об этом мы расскажем позже, а пока о том, как отмечали в столице День независимости. Рамки металлоискателей, сотни силовиков. В центре Киева с самого утра, несмотря на погоду, увидеть военный парад собрались тысячи людей. Открыть его приехал по устоявшейся традиции главнокомандующий. Президент Украины, верховный головнокомандующий Збройных сил Украины Петро Порошенко. С этого момента начинается официальная часть празднований. Министр обороны отдает честь украинским военным. Святого витания министра обороны Украины с курсантами Национальной Академии Державной Прикордонной Службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Благодарю здоровья, дорогие курсанты Академии Прикордонной Службы. Затем президент Петр Порошенко награждает героев АТО одного посмертно. И уверяет, в гибридной войне, несмотря ни на что, победа будет за Украиной. Есть такая приказка. Собаки брешут, ветер веет, а караван, наш украинский караван, идет. А дорога у нас одна. Широкий евроатлантический автобан, который ведет до членства в Европейском Союзе и членствий в НАТО. После выступления главы государства начинается долгожданный марш по главной улице столицы. Великобритания, Эстония, Грузия, Латвия, США. В этом году впервые в украинской истории к праздничному параду присоединились военные стран-членов НАТО. Открывали же парад украинские военные. Их сегодня на главной улице Киева было более 4 тысяч. Десантники, разведчики, связисты, насгвардейцы, собравшиеся радостно приветствуют всех овациями. Но шквал аплодисментов сорвали именно бойцы АТО. Десантники, ветераны анти-правослышленной операции. Цей парад разруху на полосове ГРДС по усси, видимо, родивнице. Очень-очень понравилось. Замечательно. Мы приехали в гости и нам очень понравилось. А откуда вы приехали? Из Америки. Классный. Дуже хороший. Что наибольший спотянулось? Может быть, когда парадные разрешения шли. И другие страны было приятно, что в этот год, конечно, страны еще приехали. Спотянулся. Хороший уровень организации. Правда, в этом году парад стал особенным. Вместо демонстрации военной техники на Крещатике развернули настоящую экспозицию боевого вооружения. Танки, боевые машины, пехоты и пушки. И пока киевляне устраивают фотосессии на фоне бронемашин, на Банковой проводят важные переговоры о возможном вооружении наших бойцов мощным американским оружием. Любовь кукла Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.